привет друзья с вами по-прежнему константин горбунов и в сегодняшнем подкасте я хочу поговорить о той теме которую которая давно висит в воздухе она витает наверное с 2014 года но почему-то на нашем канале было наложено какое-то определенное табу на нее ну просто я не не говорил хотя когда спрашивали я отвечал это сквозная аналитика модные нынче слова в 2015 2к 15 и все такое модное слово по факту это такая простая система которая позволяет вам экономить деньги вот и сегодня я хочу в этом подкасте поговорить кому все-таки она нужна и развеять некоторые мифы легенды связанные с ней ну и многие всякие такие мелкие вещи которые я хотел давным-давно сказать но перед тем как мы начнем я хочу сразу сказать коко-коко-коко-коко-коко-коко-коко потому что всегда найдутся люди которые будут говорить что я не прав и я сразу же скажу что это лично мое мнение и она никак не связано с мнением большинства людей итак давайте поговорим о том что же такое сквозное на итак друзья давайте поговорим что же такое сквозная аналитика введем некоторые значения слов и так сначала есть сквозная аналитика эта фраза состоящий из двух слов первое это сквозная вторая аналитика давайте начнем с понятие аналитики аналитика это такая определенная пошаговые какие-то пошаговые действия которые приводят к пониманию статистики что в вашей рекламной компании например что-то работает не так или что-то можно сделать лучше в любой абсолютно любой рекламной компании можно сделать лучше главный вопрос это вопрос трудозатрат сколько нужно потратить времени чтобы сделать лучше иногда например к нам приходят клиенты когда можно посмотреть просто любую статистику например из яндекс метрики можно посмотреть абсолютно там какой-нибудь простой мастер отчетов в той же в том же директе или google analytics или сам google и дворц в котором тоже есть отчеты и понять аналитическим складом ума то есть просто головой по определенным отчетам не одному отчету а нескольким отчетам что нужно что-то переделать переделывается и скорее всего получается результат лучше чем был здесь я думаю все понятно что значит сквозная к слову аналитики значит у нас есть аналитика это какие-то определенные действия до шаги самое простое для понимания то что у нас есть путь клиента от захода с рекламы с контекстной рекламы например с объявления либо с баннерной рекламы либо с вконтакте либо еще с чего-то это объявление далее он переходит к нам на сайт потом он если его все устраивает он либо звонит у два варианта да получается звонок и заявку значит это у нас сайт сайт лендинг пейдж сами понимаете разницы нет а это у нас реклама и все в принципе просто когда у вас один источник трафика например яндекс директ и даже там три-четыре-пять рекламных кампаний потому что все что вам нужно знать по хорошему если у вас только яндекс только яндекс как реклама то что вам нужно поставить яндекс метрику на сайт и с помощью нее в принципе анализировать весь яндекс директ потому что чаще всего он подхватывает его без каких-либо проблем ну в 99 и 9 процентов случаев если говорить про заявки и звонки здесь уже обычно более больная тема но они конечно же тоже можно говорить потому что с заявками мы можем спокойно работать в яндекс метрики она тоже у нас учитывает количество заявок а вот со звонками как вы знаете он всегда была проблема с чем она связана с тем что звонки но я думаю прекрасно знаете что есть такая вещь как целевой звонок появившись в 2014 году у яндекса есть колл трекинги различные системы колл трекингов это новое слово которое вам нужно знать колл трекинг это система которая позволяет подменивать ваши телефонные номера на другие при условии что человек заходит по каким-то параметрам ну чаще всего эти параметры абсолютно сильно разбросаны важно то что после того как человек позвонил вот здесь звонок есть определенная либо crm система где собирается заявки и звонки и в этой crm системе ну либо в отдельной системе какой-то в какой-то коробке x системе сквозной аналитики приходит информация что в что человек позвонил с такого-то номера этот номер привязан к какому-то объявлению например яндекс директе ну или ключевому слову или просто привязан например к рекламной кампании или привязан вообще просто к источнику трафика это такого как яндекс директ естественно количество вложенностей может быть бесконечно много колл трекинг колл трекинг бывает очень много и все знают что это довольно таки дорого ну как дорого опять же в зависимости от того сколько посетителей у вас бывает на сайте сколько звонков в день вы получаете но так как это прям пропорционально вашему заработку тут в принципе говорить о том что это дороже денег или дороже прибыли явно не стоит обычно это от двух до бывает даже я знаю у меня один клиент 90 тысяч заплатил за колл трекинг за один месяц то есть от двух до 90 тысяч рублей можно спокойно отдавать и так в чем смысл смысл что вот эта коробочка x ну и и лучше конечно отдельно рисовать но давайте он 10 и нарисую куда-нибудь сюда вот на коробочка x это наша система сквозной аналитики она собирает информацию серым системы серым системы если вдруг вы не знаете что это такое это система обработки ваших заявок и клиентов если уж совсем просто там можно понять кто именно из менеджеров обрабатывает какую определенную заявку или звонок на как в каком статусе находится и самое главное что он может заставить пинать менеджера например позвонить второй раз третий раз ну и постараться закрыть клиента ведь у нас после заявки и звонка когда человек попадает серым систему наша основная задача это закрыть его на деньги то есть мы ставим серым систему для того чтобы увеличить количество денег которые мы зарабатываем собственно как и эту коробочку x далее коробочка x не только должна быть подключена к серым системе это понятно потому что чем более детальнее сквозная аналитика тем интереснее потому что не вся не каждая заявка может перейти в заказ то есть получение денег причем заказы тоже разные бывают бывают предоплаты человек пропадает либо еще что-то коробочка x должна конечно же она учитывает заявки и звонки просто потому что у нас есть серым системы у нее как раз текаются все заявки и звонки желательно чтобы она учитывал какие-то еще дополнительные вещи ну например давайте добавим еще но некоторые интересные такие моменты связанные с сайтом во первых у некоторых есть шайба аля колбек хантер ну и тому подобное звонок который тоже нужно подключить серым системе здесь уже начинает набегать стоимость от того что серым системы или интеграции с вашим сайтом может стать дороже дальше есть живо сайт например либо какие-то чат и до онлайн или тому подобное что тоже нужно подключать к серым системе и считать хоть в каком-то виде также конечно желательно нам ее подключить либо к яндекс метрики что тоже непонятно стоит или нет либо подключить напрямую к сайту зачем потому что у нас за какой-то определенный промежуток времени например за 10 дней может посетить наш сайт например там тысяча человек из них например там 10 человек в живо сайте оставят какие-то свои данные что-то что-то напишут 10 человек тоже позвонят колбек хантера оставить заявку 20 человек и позвонят сами 30 человек ну допустим такая у нас странная странный сайт сайты все абсолютно разные и тематики тоже поэтому учитывать нужно каждый момент если мы делаем сквозную аналитику ну собственно сайт это хорошо яндекс метрика тоже хорошо но по-хорошему если у нас кроме яндекс директа которого тоже бывает очень большое количество как понимаете как объявление к ключевых слов групп объявлений компаний и тому подобное со всего этого нужно собирать какую-то информацию у нас есть и другие источники трафика например google adwords вконтакте возможно еще откуда-то и нам необходимо собирать информацию с каждого ну как это делается если по-русски если говорить немножко про техническую часть чаще всего это подключается все равно либо чай яндекс метрики либо google analytics либо подключается через api яндекс директа и api google adwords и все то есть в любом случае можно собрать любую информацию входящую на сайт и понять с какой ключевой фразой человек пришел к нам обычно люди ну или вообще с к системы сквозных аналитик они делают на самом деле это все немножко проще у них есть какой-то определенный входной параметр это вот здесь вот на этом уровне вот здесь есть определенный параметр параметр входа который сильно не шифруется его можно расшифровать без проблем и понять с какой ключевой фразы человек перешел из яндекс директа делается это естественно некоторым кодом на сайте то есть ставится определенный код php и он его транскрибирует можно это делать с помощью конечно же наших стандартных и тем меток и кстати наверно процентов 70 информации как бы смешно не звучало но собирается именно с тем меток если вы изучите подробно любую систему аналитики которые не относятся к яндексу и не относятся напрямую гуглу теперь хочу рассказать немножко истории чтобы вы понимали как это все происходило например 2014 году в тринадцатом году людям в принципе было абсолютно наплевать с каких поисковых запросов люди заходят и так далее я имею допустительный на сайт но в 2014 году случился определенный бум для малого бизнеса и для совсем маленьких сайтов крошечных и люди повально начали думать а с какой заявки ну или ладно заявки а с какой ключевой фразы человек к нам переходил и для этого можно было сделать совершенно простые вещи которыми пользуюсь я до сих пор честно говоря и ничего в этом постыдного не вижу есть простая вещь и теме метка которую можно пронести с собой практически в серым системы даже не то что практически а мы в девяносто процентах случаях работа с нашими клиентами так и делаем просто переносим в серым систему информацию о ютем метки кстати очень интересная вещь и для понимания многих что си любую систему сквозной аналитики можно сделать самому и для этого не нужно ну во всяком случае в 2016 году в четырнадцатом году это было сложно в 2016 году можно сделать ее в принципе самому единственное что нужно надо понимание серым системы понимание вообще все и вот этой схемы понимание как это работает и зачем это нужно самое главное и в серым системе нужно иметь определенную систему отчетности то есть нужно делать определенный определенный анализ по серым системе в которой можно будет понимать что например большая часть заказов приходит с ключевой фразы по яндекс директу не знаю там купить септик что в принципе вы и сами догадывались смотря в яндекс метрику в отчете директ сводка там например по фразам то есть все и так было понятно но для того чтобы понимать что еще и заказы все идут оттуда вам достаточно сделать просто там систему отчетности стоимость если говорить про вообще стоимость простых систем которые вы можете сделать сами то есть брать например отчетность из яндекс метрики соединять ее с отчетностью из серым системы и сравнивать она стоит совсем копейки на самом деле можно сделать это один раз заплатить программисту 10-15 тысяч рублей у вас будет такая система сплошной аналитики можно сказать вам придется конечно помучиться для этого можно посадить отдельного человека у вас все равно должен быть уже директолог к этому моменту навряд ли вы будете сами сидите и что-то там понимать для себя ну вот если говорить про системы аналитики которые есть сейчас на рынке все-таки уже переходя к ним я не буду специально называть ни одного из названий все очень просто ну во первых мне просто не заплатили бабла и рекламировать какую-то систему аналитики это глупо хотя на самом деле есть системы которые которыми я не то что восхищаюсь есть системы которыми я пользуюсь прям чтобы восхищался чтобы я говорил вау это такая классная вещь и просто без нее жить нельзя такого нет в принципе можно без всего жить есть несколько смертных грехов этих систем первое они пиздец дорогие ну в любом случае если вы пользуетесь системой под ключ вы просто отдадите огромнейшее количество бабла просто огромнейшее ну вот мой клиент артем отдал за систему сквозной аналитики в течение ну чтобы ее просто интегрировать тысяч шестьдесят семьдесят если у вас ваш бюджет на рекламу меньше чем тысяч двести двести пятьдесят и вам как вы считаете не нужно так сильно извращаться то наверное нет смысла вообще ее ставить я сейчас объясню почему и вы наверняка поймете теперь я специально все это стираю тягомотину и рассказываю самые основные вещи чтобы понимали даже те кто вообще сейчас ничего не поняли что это за система такая есть два лагеря людей даже три наверное правильнее так делать первое у них самые маленькие бюджеты минимальные бюджеты ну там десять тысяч двадцать тысяч тридцать тысяч рублей в месяц им всегда не имется они хотят на тридцать тысяч рублей всегда зарабатывать бесконечно много денег а догадаться что нужно вкладывать не минимальные бюджеты а просто большие бюджеты они не могут ну я не знаю почему и причем таких девяносто пять процентов скорее всего даже вы такие просто вы сейчас не готовы в этом признаться хочу заметить что действительно вот если посмотрите на соседа справа слева или напишите ему вконтакте вы скорее всего с ним будете на одной волне потому что вы будете думать что нужно тратить самые минимальные деньги получать максимальный результат это глупо серьезно глупо есть второй тип людей это те которые тратят много денег и чтобы вы понимали можно потратить сто пятьдесят тысяч рублей на рекламу и спокойно заработать один миллион рублей во многих нишах и для этого не нужно иметь никакую систему супер сквозной аналитики теперь рисуем ожидания и реальность те кто вкладывают тридцать тысяч рублей обычно и получают плюс двадцать тысяч ну там не знаю плюс ну хорошо если сто тысяч они такие радостные сто тысяч а а есть те люди которые действительно вкладывают по сто пятьдесят тысяч по двести тысяч по пятьсот тысяч рублей ну и получают соответственно миллион два миллиона пять миллионов ну в зависимости от ниши и тому подобное есть третий тип людей те которые вкладывают действительно большие деньги ну сейчас вы поймете про кого я говорю и все встанет на места которые вкладывают например пятьсот тысяч рублей и вынимают еще плюс триста или пятьсот тысяч рублей то есть сколько вложились только и вынули и вот здесь как раз вот эти люди ну то есть это и ожидание и реальность их они это просто понимают прекрасно ну большинство из них конечно же которые вкладывают триста пятьсот они вроде бы обычно с мозгами они понимают что что-то не так и надо уменьшить расходы на рекламу то есть сделать ее более эффективной сначала а потом конечно же уменьшить расходы на рекламу либо оставить расходы такие же но увеличить прибыль но зачастую это не получается чаще всего это относится к интернет-магазинам и м ну а теперь давайте поговорим и подумаем кому же все-таки нужны все эти системы сквозной аналитики давайте вообще напишем список того сколько с какие вещи нужны для того чтобы всякие системы сквозных аналитик работали ну чтобы вы понимали например если у вас seo ну замечательно seo и вы оттуда получаете клиентов особой системы сквозной аналитики не нужна поэтому до две тысячи тринадцатого четырнадцатого года пока seo было в таком зачаточном состоянии в россии в яндексе да и в гугле она такая довольно странная система выдачи ну не суть там было все намного прагматичнее и проще человек вкладывал бабло в seo получал результат все ему этого было вполне достаточно какие ключи работают как чего там ну там сеошник сидит и заморачиваются когда у нас пошла повальная повальная тема покупной рекламы это яндекс директ google и дворц вконтакте потому что посты это тоже покупная реклама я вам напомню не забывайте что таргет вконтакте таргет фейсбук ретаргетинг и прочее все это вещи которые сейчас 2016 году они все равно рано или поздно вам понадобится то есть без них вы умрете вымрете как мамонт так вот сейчас конечно же при всех этих видах трафика нужно максимальный анализ итак первое вам нужно будет серым системы в любом случае вы никуда от этого не денетесь ой я слишком высоко нарисовал сейчас я пониже нарисую серым системы бывают разные вам нужно серым системы в которой вы будете во первых себя чувствовать хорошо вы будете полностью вести своих клиентов вы будете круто работать с клиентами вы будете увеличивать первое средний чек второе уменьшать промежуток период времени от заявки до заказа это очень важно и желательно с меньшей потерей уменьшать потерю у клиентов которые заказов точнее которые переходят в клиент правильно дальше второе конечно же нам понадобится вот эта коробочка икс система сквозной аналитики почему я называю коробочка икс потому что она бывает абсолютно разной вы можете сделать ее сами вы можете ее купить и люди сами там привяжут к серым системе и тому подобное можете сделать сами при этом сразу скажу что если самодельно делать ну какие то моменты нужно допиливать это конечно нужно понимать нужно иметь голову на плечах и тому подобное но стоимость такой коробки может в зависимости от сложности от 15 до 60 тысяч рублей все те вещи которыми вы пользуетесь в платных продуктах за эти деньги может сделать программист если он конечно нормальный не тугой ну и вы нормальный и не тугой третье так как у нас есть звонки если у вас на сайте есть телефон то вам нужен будет колл трекинг колл трекинг самому сделать конечно можно но это все будет очень-очень колхозно ну например можно купить 5 телефонов или 10 телефонов за дарме которые стоят по 120 рублей 10 телефонов это 1200 рублей ну плюс еще их стоимость поминутная в зависимости от того сколько вы наговорите ну будет 5000 рублей 10 телефонов ну можно там разделить например на 10 видов либо трафика либо на какие-то рекламные кампании если у вас там google и google adwords и яндекс директ например можно разделить там на рекламные кампании и понимать с какой рекламной кампании именно люди приходят ну естественно нужно будет доделать доработать сайт доработка ну как бы смешно не звучало но многие люди думают что можно прям а так впихнуть и нормально нет там любом случае придется делать какие-то ну либо новые страницы проставлять ну понятное дело там цели яндекс яндекс цели там и google аналитикс цели это все мелочи нужно будет дописать код ну как минимум колл трекинга нужно будет допилить моменты вставки каких-нибудь кодов из покупного пакета либо интеграции с вашим пакетом который вы сами будете делать и самое смешной и самое главное пятое аналитик это человек чтобы вы понимали кто такой аналитик чем он занимается все очень просто и прозаично я могу сказать по опыту так как у меня довольно много есть крупных рекламных компаний которые я веду и многие из них услышали рекламу увидели что нужно ставить сквозную аналитику я сказал да конечно без проблем я понимаю зачем она нужна мы в принципе и сами пользуемся системы сквозной аналитики но люди хотят системы сквозной аналитики для себя ну то бишь у нас есть система сквозной аналитики которую мы пользуем внутри монстр контекст у нас собственно API написано и мы в общем то знаем где чего и как собака зарыт как говорится и система которая сама автоматически работает с Яндекс Директом и Google Adwords людям хотелось иметь прозрачную статистику у себя дома как говорится ну я сказал окей да не вопрос и это происходит не с одним клиентом не с двумя не с пятью а наверное с двенадцатью все они поставили систем сквозной аналитики кто-то заплатил шестьдесят тысяч рублей за один месяц за первый же кто-то отдал двести тысяч рублей за первый месяц ну и дальше естественно платили от десяти до в зависимости опять же от колл трекингов и прочего в месяц ну то есть прилично выходило и тут самый важный момент который я всегда спрашиваю где-то на второй на третий месяц вот вы поставили а вы ее анализируете эту систему сквозной аналитики то есть вы смотрите вообще потому что 95 процентов рекламодателей вообще не смотрят никакие свои даже счетчики даже счетчик метрики даже счетчик Google Analytics и это наверное самое грустное то что вам нужно нанять еще аналитика который будет стоить в лучшем случае пятьдесят тысяч рублей а в худшем может стоить и сто пятьдесят тысяч рублей а теперь главный вопрос зачем теперь давайте поговорим о рекламе этих самых систем сквозных аналитики почему то их раньше не было ну я в принципе объяснил почему их раньше не было потому что раньше все пользовались сел и тут вдруг количество рекламодателей в яндексе с 2000 аж 12 по 2016 но она выросла как минимум в два или в три раза это надо сейчас посмотреть по статистике ворсата я сейчас не буду ничего говорить это огромнейшее количество людей в Google Adwords и количество рекламодателей особо не выросло оно даже начало падать в последнее время ну это наверное грустно но надо вам запомнить это и все понятно многие повылезали в контекстную рекламу она писец подорожала и она стала работать на грани рентабельности в некоторых нишах в некоторых нишах она ну стала просто появляться контекстная реклама а раньше просто ее не было вообще никак так кому же вообще стоит задуматься об установке системы сквозной аналитики во первых вам надо понимать сколько денег вы потратите на ее установку второе сколько денег пойдет ежемесячные траты ну а теперь самый главный вопрос вот самый главный вопрос кстати ежемесячные траты не забывайте записывать директолога либо аналитика либо все вместе ну как хотите но вам нужен человек который собственно будет отбивать деньги она сама не умеет ничего делать вам придется найти человека либо агентство которое придет которое это будет делать ну и последний главный вопрос который здесь опять же стоит вопросом что вы получите с этого какую эффективность вы хотите как показывает практика система сквозной аналитики может дать ну если совсем плохая рекламная компания вам вот просто давайте вот чисто сравним вот у нас система сквозной аналитики и яндекс метрика гугл аналитикс и crm вот просто простая речь здесь у вас собственно ну директолог да или как хотите контекстчик специалист по контекстной рекламе и прочее и здесь он должен быть ну потому что следить за этим всем должен кто-то кто более-менее разбирается кто вот здесь вот с цифрами на на не только с цифрами но и со статистикой у него аналитический склад ума просто большинство бизнесменов это не так давайте прикинем вот смотрите простые ошибки простые ошибки это в создании рекламных компаний миллионных может быть как в яндексе так и в гугле можно ли их найти без системы сквозной аналитики и без crm кстати да легко сколько даст это эффективности вот зачастую как бы смешно не звучало но это 80 процентов эффективности и вам не нужна система сквозной аналитики а просто надо научиться либо самоанализу ваших рекламных компаний либо нанять нормального просто специалист тесты что такое тесты тесты а б тесты заголовков текстов а б тесты возможно страниц и тому подобное первое что вам нужно понять что да система сквозной аналитики конечно дает очень хороший плюс очень я здесь жирный прямо поставлю почему потому что она может сразу следить за многими параметрами и в принципе понимать но все равно мы приходим к тому что нужно человеку здесь можно делать абсолютно то же самое абсолютно почему все очень просто просто большинство директологов или агентств контекстной рекламы не делают а б тесты ну это логично потому что это дорого дорого потому что вам нужно постоянно сидеть и изучать искать новые предложения на рынке и совмещать их и постоянно выплевывать новые объявления напечатания ну это я для контекста рекламы только говорю конечно какую эффективность это может дать ну это может дать еще ну это мы отдельно считаем где то процентов 20-25 эффективность то есть что то стрельнет при условии что здесь нет грубых ошибок мы считаем отдельно то есть это может эффективность не забывайте необязательно на сто процентов может вырасти она может вырасти на сто chromosome exercises 30% или по каким-то другим параметрам мы можем считать, по ROI, ну, KPI-параметры, в общем, любые. Новые ключевые слова или площадки. Ключевые слова, которые очень любят постоянно тестировать, это все равно идут, конечно же, тесты, АБ-тесты, но по факту, как многие говорят, в системе сквозной аналитики мы можем понять, какой ключ работает или не работает. И я соглашусь, конечно, вы молодцы, это правда, но при условии, что как здесь, так и здесь собирается одна и та же статистика. Здесь она просто более детальная, здесь она собирается вместе с CRM-системой, такая же детальная, но она разрозненная. Ее надо просто брать и собирать своими руками, что довольно тяжело и напряжно. Можно ли понять по ключевым словам через систему сквозной аналитики, какие ключи действительно работают, какие не приносят заказы, заявки и так далее? Конечно, да. Это бесспорно. Можно ли их автоматически отключать через систему сквозной аналитики? Далеко не через все. Те системы сквозной аналитики, которые более-менее автоматизированы, они стоят настолько дорого, что забудьте о них. Это просто система сквозной аналитики, она ничего больше не делает. То есть, вам придется все равно лазать, о, да, надо что-то отключать. Можно ли это делать через Яндекс.Метрику, Google AdWords или через, ну, с помощью еще и CRM дополнительно? Да, мы это делаем спокойно. Например, даже я сажусь и это могу делать. Никаких сложностей я не вижу. Нужно просто иметь CRM. Просто большинство людей ее не имеют и не умеют ей пользоваться. Тоже проблема очень большая. Какая эффективность? Тут может быть эффективность от 5% до бесконечности, потому что все зависит от того, какая у вас ниша. Она может быть узкая, и вы набрали и так все ключи, а все остальные ключи у вас больше не будут работать. Либо настолько широкая, там, не знаю, в сфере подарков, например, что слово подарок и все, что внутрь входит, как вы понимаете, просто подарок и подарить. Вот еще. Ну, можно еще, конечно, несколько слов найти. Там просто бесконечно много ключей, их можно парсить, 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 парсить. Кто-то 400 тысяч ключей туда набивает, кто-то еще какие-то бесконечности. По факту, конечно же, работает там в лучшем случае тысяча ключей. Это вот прям вот в самом лучшем случае. Вообще в большинстве рекламных компаний работает их 50, а все остальное не работает. Самое главное, чтобы вам понимать, нужно на такие тесты с новыми ключевыми словами деньги. Как здесь, так и здесь. И нельзя отключать ключевое слово, потому что на него, понятное дело, если на нем было, например, 100 показов, ну, или там 800 показов и 0 кликов, такое слово можно отключить. Нужна для этого сквозная аналитика? Нет, не нужна. Достаточно Яндекс.Метрики и Google AdWords. А если все-таки были переходы, были какие-то заявки, ну, возможно, заявки, или их не было, если заявки, Яндекс.Метрика и Google AdWords может ли это решить? Ну, 50-50, потому что многие нам в специализированных форумах умничают и говорят, что нельзя доверять системе, ну, про Яндекс.Метрики целям в Яндекс.Метрике и в Google Analytics целям. И я, наверное, соглашусь с ними, но я добавлю еще очень важный момент, что врут абсолютно все системы. Яндекс.Метрика, Google Analytics, либо какие-то другие счетчики, они все врут. Поэтому для чистоты, если вы хотите вот прямо идеальную чистоту понимания, то вам нужно поставить все и анализировать абсолютно все, что практически нереально. Площадки. С площадками все, наверное, прозаичнее, но все то же самое. Нужны деньги. Вам любой ключ, абсолютно любой ключ, либо площадку, в нее надо влить деньги. Например, по 500 рублей на каждый ключ. Вот если через 500 рублей, ну, все зависит от стоимости заявки, сколько вы можете потратить. Например, если вы можете потратить на, ну, там, стоимость заявки, например, 2000 рублей, то вы должны потестировать на каждом ключе 2000 рублей. Вот только после того, как 2000 рублей там прокрутится, и если вы не получили заявку или две заявки, вы этот ключ отключаете. То есть, нужны огромнейшие бюджеты для этого теста. Как с помощью системы сквозной аналитики, так и без нее. Конечно, с ней проще, поэтому, когда у вас огромные бюджеты, например, 500 тысяч, 800 тысяч, вы, конечно, поставите систему сквозной аналитики, потому что она копейки стоит по сравнению со всем остальным. Новые не только площадки, да, еще есть виды трафика. Это тоже очень важный момент. Вы можете вливать в посты ВКонтакте, Таргет, Фейсбук, еще куда-то, и смотреть и анализировать все-таки. Система сквозной аналитики нужна для этого? Да, желательно. Я вам могу сразу сказать, что вот в инфобизнесе очень тяжело без систем каких-то сквозных аналитик. Но те инструменты, которые есть в инфобизнесе для того, чтобы работать с трафиком, их вполне достаточно, чтобы заменять систему сквозной аналитики. Да, может быть, нужно чуть-чуть извращаться, но тем не менее, платить, вот в моем случае мне нужно платить за любую систему такую, тысяч, наверное, 100 в месяц, это точно, чтобы какие-то данные привести. При этом эти данные нельзя никуда экспортировать, либо если экспортируют, то с какими-то потерями, ну, то есть, непонятная глупость. Но новые виды трафика также через Яндекс.Директ и Гугл.Идвордс можно также анализировать. Ну, новые виды трафика, опять же, могут принести абсолютно разные варианты, результаты и так далее. Вот такая табличка. Нужно понимать, что все эти системы, это все очень хорошо, но давайте теперь поговорим о самом главном, о рекламе их. Потому что в последнее время просто очень много стало реклам. Я захожу в Яндекс, вбиваю, например, сквозная аналитика или еще какой-то такой же похожий запрос, и мне выдают статьи. Ты читаешь любую из этих статей, и ты и так понимаешь, что это покупная статья. Тут не надо особо сильно придумывать ничего. Любые там статьи, топы, еще чего-нибудь, ну, так не бывает, что расписывают и расхваливают все одно, а все остальное, ну, так, типа, говно, или о половине вообще просто забывают. Так не бывает. Либо навалились бы кучу критиков и сказали, а-та-та, так нельзя, а тут как бы, какие вы молодцы, какие вы классные. Так не бывает, это покупные статьи. И я просто пытаюсь положить вам в голову понимание, что все, что делают эти системы сквозных аналитиков, можно делать и своими руками. Просто это дольше. Также, если вы пряморуки, действительно пряморуки, что, конечно, очень редко в нашем мире, я понимаю это прекрасно. Второе, вы понимаете, зачем это нужно, вы это сможете сделать себе. Вы сможете это сделать, даже если у вас интернет-магазины, и вы боретесь за каждую копейку. Если у вас какая-то услуга, и у вас тысячекратные рои, не знаю, там, тысяча процентов, тысяча сто, тысяча двести процентов, вы просто никогда даже не подумайте о системе сквозной аналитики. Может быть, вы купите, когда вот вы купили Porsche Cayenne, такие, о, да, надо поставить систему сквозной аналитики. Но до этого вы ее не будете ставить. Ну, просто потому, что вы дружите с головой, наверное. Хотя, тоже, опять же, все относительно в этом мире. Хочу добавить очень важный момент. Первое. Мы все прекрасно знаем, что есть Яндекс и Гугл. И это те игроки, которые получают самые большие деньги на контекстной рекламе. Запомним этот момент. Второй момент. Как только появляется какая-то инновационная система, а она появляется каждый год. Вот давайте вспомним, что было год назад, еще год назад, если вы давно занимаетесь в контекстной рекламе. Вы вспомните и появление в 2012 году систем, ну, как они сейчас называются модно, бидеры или автоматического распределения ставок. И появились как раз CRM-ки со сквозной аналитикой. Потом появилась вот сейчас сквозная аналитика. Были трекеры, кстати, про которые я сейчас ничего не говорил. Но трекеры бесплатные, и по факту они тоже являются системой сквозной аналитики, только без колл-трекинга. Колл-трекинг – это отдельная история, которую нужно привязывать, опять же. И главный вопрос. Почему за все время Яндекс и Гугл, либо там Рамблер, Мэйл.ру или еще кто-нибудь, гиганты, не купили ни одной такой фирмы? Почему? Потому что они плохие? Нет. Дела у них идут? Ну, конечно, дела у них у всех идут, честно скажу, не очень. Если вы думаете, что в системе сквозной аналитики у всех идут вот такие вот крутые дела, на самом деле это неправда, потому что крупные компании от них по большей части просто отталкиваются, потому что они делают собственные разработки, у них собственные системы аналитики. А мелким клиентам они нахер не нужны. Остается какой-то середнячок, который ни бэ, ни мэ. Ну, еще не забываем про тех людей, у которых огромные бюджеты, им абсолютно плевать, куда деньги уходят. Ну и в конце, как говорится, для тех, кто дослушал до конца всю вот эту канифоль, я скажу две очень важные вещи. В Яндексе есть теперь система сквозной аналитики. Но она, конечно, не до конца доработанная, и она не система сквозной аналитики до заказа, она в смысле до покупки, а только до заказа. Но посмотреть, сколько денег вы потратили, вы можете. И я обязательно сделаю на этот счет отдельное видео, надеюсь, очень скоро. Второй момент. Есть Google Analytics, и в нем уже давно есть система, подобная Яндексу. То есть вы можете посмотреть, сколько денег вы потратили в Google AdWords, если вы соединили, настроили связь между вашим аналитиксом и AdWords. То есть все это уже есть, не надо ничего, опять же, придумывать. Все стараются сказать, что этого нет, и что это инновационно, но это ни хера подобно. Все это есть. Это как будто рассказывать, что мы изобрели электромобиль. Да электромобили до вас уже изобрели. То есть вы просто запустили его в серийное производство, не знаю, или что-нибудь типа того. А электромобили и до вас были. Но может быть они были не такие удобные или классные. Но это маркетинг, и вам нужно это понимать. Очень важный момент. И в заключении хочу добавить, что также есть всякие различные трекеры, ваши прямые руки, есть программисты, которые могут вам помочь, если вам необходимо, настроить любую систему сквозной аналитики, как покупную, так и ту, которую могут сделать они сами, интегрируя CRM. И все отчеты из Яндекс.Метрики, из Google Analytics или еще откуда-то. Все зависит, опять же, от вашего бюджета. Сколько есть у вас денег. Если, ну будем честными, у вас 20 тысяч рублей реклама или 30 тысяч рублей в месяц на рекламу, лучше потратить 10 тысяч рублей еще на рекламу. Ну серьезно, вы получите просто больше эффект, нежели чем сэкономленную тысячу рублей или там две тысячи рублей на рекламе, потому что вы увидели какую-то там эффективность и отключили две фразы. Зачастую это настолько глупо и неоправданно, что, ну вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Ну и самое главное, что только крупным игрокам, только крупные игроки видят эффективность в такой, в таком виде, в таком виде сквозной аналитики, потому что они видят, что на 5% или на 10% реклама стала работать эффективней. А у некоторых, например, у кого бюджет миллион рублей на рекламу, 10% это 100 тысяч. И они отбиваются ровно за один месяц после установки сквозной аналитики. Ну либо через два. И, конечно, там это круто, интересно, модно, молодежно. Все так же, как у меня на канале. Друзья, и вместо заключения я просто продемонстрирую вам рекламную кампанию, которая мне попалась в руки из входных данных. Это рекламная кампания по бытовкам, регион СПБ, Санкт-Петербург и Ленинградская область. И в этой рекламной кампании тратят в среднем в месяц от 100 до 180 тысяч рублей ежемесячные траты бюджета. Ко всем рекламным кампаниям, а это горячие ключи, хочу заметить, подключена система аналитики небезызвестная. Не буду ее опять же называть, она одна из самых широко обозреваемых в Рунете. Не суть. Я хочу показать, какие можно делать серьезные ошибки, даже имея сквозную систему аналитики. Все очень просто. Здесь есть минус-слова, которых очень мало. Действительно мало, я вам могу их показать. Это выгрузка из рекламной кампании. Как вы понимаете, их очень мало. Их должно быть намного больше, при условии, что рекламная кампания крутилась 4 месяца. Не может быть, что только 20 минус-слов общих на рекламную кампанию. И теперь давайте просто пройдемся по ключам. Я не буду показывать, опять же, особо там заголовки, тексты. Это не суть. Важно. Давайте просто пройдемся. Я здесь красненьким выделил. Некоторые неприятные, наверное, слова. В бытовке Москва цена, Москва. В бытовке Краснодар. То же самое, в бытовке в Твери. В бытовке, там есть Краснодарский край и так далее. То есть, есть слова, которые действительно не должны быть в этой рекламной кампании. Почему? Потому что есть расширенный геотаргетинг. Как мы все прекрасно знаем, он введен в 2016 году. Ну, или в конце 2015 года, я точно не могу сказать, не помню. Факт того, что человек, который вбивает в бытовке Москва цена, как вы понимаете, ему может показаться объявление. То есть, рекламная кампания абсолютно не оптимизирована. При этом, да, в ней используется сквозная аналитика. И понятно, что работает по факту там 2, 3, 5 слов. Эти слова, наверное, работают минимум. Но факт того, что человек придет по запросу бытовки в Твери купить, ну, как вы понимаете, нулевой. Причем тут есть в бытовке Москва цена. И если посмотреть в минус-словах, тут наверняка есть слово Москва. Сейчас поищем. Каркас, слуга, манипулятор, Москва. Ну, как вы понимаете, так как есть слово, все равно эта группа объявлений будет показываться. Вот такие совершенно глупые ошибки, на которые можно тратить 100-200 тысяч рублей, даже имея систему сквозной аналитики. Просто если вы не умеете анализировать свою рекламную кампанию и не умеете настраивать Яндекс.Директ. Все, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Обязательно оставляйте свое мнение о такой вещи, как сквозная аналитика в комментариях. Мне интересно с вами будет побеседовать на эту тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам действительно эта информация была полезная. Пока-пока.